всем привет продолжаем ответы на вопросы и у нас был вопрос что такое компиляция в общем виде да и что такое там семейк даже не то что такое просто была какая-то проблема семейком но мы здесь разбирать все проблемы семейком не будем мы в общем сейчас обсудим что такое компиляция программы и посмотрим на способы сборки без участия и дешки то есть интегрированной среды разработки то есть это у нас будет файл n-make ой точнее не n-make а просто мэйк файл и семейк вот и так если вам интересно не переключать ну начнем компиляция что это такое когда мы к примеру используем какую-то дешку то есть интегрированную следу разработки в данном случае у меня китик рейтер у вас может быть visual studio там eclipse еще чего-нибудь вы создаете проект и получаете вот такой вот пустой проект по умолчанию вот в котором уже содержится обычно вывод на экран терминала или консоли слова hello world двух слов вот вы создали проект дальше запустили play или запуск или еще как-нибудь там как вы называете и получили вывод на экран вот в общем программа скомпилировалась и работы но что же от нас скрыто что от нас скрывают вот эти вот и дешки хоть чем мы уже можем не беспокоиться ну давайте разберем первым делом что такое компиляция у нас есть язык программирования на котором мы пишем программы то есть этот язык программирования он для людей для программистов для того чтобы одни могли писать программы вторые их читать и так далее вот но все но компьютер этого не понимает для того чтобы это он понял нужно программу перевести транслировать в машинный объектный код или байт код или в машинной инструкции вот и вот этим всем делом занимается компилятор и так смотрите компилятор работает только с одним файлом за раз и структура все этой компиляции по примеру для языка си плюс плюс вот у нас есть файл и перед тем как начинать компилировать как минимум идет синтаксический анализ лексический анализ там еще какой-то и ческий анализ ну вот например я убрал скобку и попробую собрать я не получаю так как здесь уже работают эти анализы и говорят что я нарушаю определенные правила правила синтаксиса и и т.д. и т.п. хорошо вот я исправил ошибку и попробую собрать проект собирается есть все анализы прошли следующим этапом компиляции является удаление лишних блоков то есть это обычно делает уже оптимизатор но к примеру вот комментарии будут удалены функции которые не используются вот к примеру нас может быть вот такая вот функция и она в коде программы не используется соответственно она тоже будет удалена то есть как минимум вот это все добро будет удалено вот для того чтобы конечно уже не нагружать компилятор с здоровенными файлами есть вы смотрите у меня есть уже видео кто не видел посмотрите по директивам препроцессора в языке си вот в котором я рассказывал что такое инклуд и что происходит когда мы пишем инклуд но в данном случае вот здесь вместо инклуд подставляется содержимое содержимое этого файла вот все замечательно и вот если там есть другие инклуды и тут есть другие инклуды то все это шаг за шагом включается в файл и файл получается там большим и это все отдается компилятору есть так вот компиляция это всего лишь первый этап вот мы собрали что мы на выходе получаем как вы думаете те кто ответил что мы на выходе получаем после компиляции исполняемый файл немного ошиблись вот почему ошиблись а только потому что на выходе мы получаем объектный файл вот смотрите main о ну давайте сделаем какую-то ошибку давайте вот так вот сделаем void f вводит f и вызовем ее вот здесь конечно же здесь будет ошибка но здесь уже ошибка не компилятора а транслятора то есть компоновщика редактора связи и и прочие там всякие названия смотрите на выходе исполняемого файла нету то есть готова к работе бинарника да нету но main.o есть что такое main.o в линуксе точнее в юниксе ну короче есть понятие объектный файл то есть в лин в юниксах они имеют расширение . а в windows и расширение там . object что это такое по факту то есть грубо говоря мы в общих чертах сейчас это обсуждаем это у нас объектный код вот этого вот файла этот файл main.cpp он включается из содержимых всех остальных так вот формируется объектный код когда мы на этапе формирования объектного кода компилятор верит вам он считает что вы джентльмен а джентльмены друг друга не обманывают и на этом этапе компилятор верит к примеру что функция f она есть вот тут мы ее вызываем вот как бы вот здесь определили да вот точнее объявили ну точно так же как в ио стрим объявлены такие функции как seaut seen и прочее так вот компилятор когда работает с этим файлом а он работает с одним файлом за один раз вот и он верит что такая функция есть где-то да есть вот и он формирует объектный код то есть грубо говоря да там это у нас уже собранные машины инструкции то есть понятные машине то есть байт код или там код приближенный к языку ассемблера но в результате это уже те машинные команды которые непосредственно уже компьютер отправляется да то есть мы запускаем файл и компьютер знает что делать так вот на этом этапе он сформирует некий код в котором будет просто вызов некой функции f вот после компиляции начинает работать компоновщик или линкер но их по-разному могут называть вот ну я называю так компоновщиком так ближе к правде что делает компоновщик он начинает компоновать когда он сформирует объектный код для файла main.cpp мы получаем main.o в этом main.o ну вот мы я нажимаю f3 и в данном случае как бы мидной командир в убунте он понимает формат этого объектного файла и что нам тут показывает он нам показывает какие вообще функции используются в файле main.cpp вот и на этом этапе он читает это все добро и начинает компоновать что значит компоновать когда все это собрано добро он знает какие объектные файлы какие библиотеки ему нужно откуда он это знает но смотрите мы делаем include include iostream так вот iostream сама по себе это всего лишь вот в данном случае это header файл то есть h файл который описывает определяет точнее объявляет там множество функций но весь код скомпилированный то есть все реализации уже скомпилированы этих функций то есть тела этих функций они располагаются по моему если не ошибаюсь для iostream вот в таком файлике о стрим о или windows о стрим object вот так вот компоновщик начинает то есть у нас в данном случае на этом на этом примере он имеет файл main.cpp и main.o и он смотрит данном случае настолько есть один include ну это для нас один да и он для себя грубо говоря помечает что возможно вот эта функция или вот эта функция они находятся в этом объектном файле так вот see out он находит в этом объектном файле то есть реализации а вот функции f он здесь не нашел соответственно он это уже компоновщик нам говорит undefined reference то есть он не нашел ссылки он не нашел связи реальной связи то есть реальной реализации да вот этой вот функции он увидел только объявление вот соответственно для того чтобы он его нашел нам нужно ну как бы либо тут определить эту функцию и все она будет работать либо же подключить соответствующий библиотеку то есть h файл и к нему должен быть еще объектный файл вот ну подключаются то есть объектный файл это то что там компилируется да или поставляется вместе с компилятором помимо этого всего добра вот эта функция может еще быть не в объектном файле а к примеру в lib файле это библиотечные файлы для разработчиков либо файлах dll это в windows и так что же мы узнали ну давайте подытожим компилятор работает только с одним файлом этот файл формируется на основании всех инклудов то есть сюда вставляются содержимое всех этих файлов все лишнее убираются и отдается на генерацию кода из этого всего добра генерится код какой код объектный код и мы получаем обычно вот такие файлики данном случае мэйн по после чего начинает работать линкер линковщик компоновщик который начинает связывать а компоновщик может работать с несколькими файлами сразу он для себя помечаю что возможно есть вот такой объектный файл дальше к примеру если по нас наша была бы какая-то тест библиотека тест . h вот так вот к примеру да и в ней бы было бы объявления этой функции и вместе с тест ашь шла бы шоу объектный файл тест . он тогда бы компоновщик нашел бы в тест h и в тест о то есть объявление и определение этой функции то есть он нашел бы реальное тело то есть реальный код в тест . а в тест . h он нашел бы к примеру просто объявление вот вот это называется объявлением без тела это объявление в этом случае это объявление и определение то есть мы определяем что мы хотим делать так вот это я думаю мы немного разобрали теперь смотрите компилятор работает только с одним файл но как же быть когда есть несколько файлов ну давайте добавим еще какую-то для теста вот или давайте вот так вот сумма . . сумма просто добавим два файлика h файл и и cpp и здесь мы определяем функции определим такую функцию int сумма так int int будет то есть это мы объявили функции теперь мы ее определим в cpp файл и вернем результат в значение return а плюс b и вот здесь у нас будет b а вот здесь у нас будет а есть давайте попробуем собрать собрали хорошо посмотрим сюда и как мы видим есть main о и сумма соответственно для main cpp формируется один объектный файл для сумма cpp второй объектный файл и так дальше для всех файлика в которых с расширением там силе cpp формируются объектные файлы вот потом после всего этого добра начинает работать компоновщик который начинает смотреть где реально расположена какая функция и он начинает устанавливать связи и вот теперь мы здесь спокойно можем вызвать нашу функцию сумма ее не видно пока потому что заголовочного файла мы не включили попытаемся собрать но вот здесь компилятор это вывод компилятора сумма вознот declared in the scope понятное дело давайте включим сумма h соберем и все отлично все у нас собралось и все у нас работает есть как мы видим есть два файла объектных и результат работы компоновщика уже реально исполняемый файл что мы еще здесь видим мы еще здесь видим такую штуку как майк файл что такое майк файл по сути от нас что от нас скрыто мы просто добавляем файлики и она как-то все собирается компилируется там компонуется собирается и запускается вот но от нас скрыты вот эти процессы вот как мы видим к примеру в пути есть конфигурационный файл который содержит список всех файлов которые есть в этом проекте кроме всего там всякие настройки для компилятора кроме всего если бы тут были библиотеки то есть подключение библиотек и т.д. и т.п. для больших проектов такие файлики конфигурационные очень немаленькие и довольно сложно их прочесть новичку а порой и не только новичку вот так вот что от нас скрыто от нас скрыта сама система сборки правила сборки то есть обычно этим занимается такая утилита майк который автоматизирует процесс преобразования файлов из одной формы в другую чаще всего это компиляция исходного кода в объектные файлы и последующая компоновка в исполняемые файлы или библиотеки а вот то есть эта утилита использует специальные мэйк файлы которых указаны зависимости файлов друг от друга и правила для их удовлетворения на основе информации на основе этой информации как бы и происходит сборка вот есть мэйк есть нмэйк есть пимэйк то есть разные утилиты но все они то есть нмэйк это для visual studio пимэйк я тоже встречал уже не помню где она была такой пимэйк вот для юникса в linux обычно это мэйк утилиты так вот смотрите сама кути и да и нам генерит кутишка сама генерит вот этот мэйк файл после генерации его запускается процесс сборки то есть если мы просто посмотрим на этот сгенеренный файлик то здесь довольно таки много всякой на первый взгляд ерунды ну нам на самом деле это не важно да если мы используем нашу и дешку то есть пути в данном случае если вы используете visual studio то об этом можно и не париться но для общего развития желательно знать что это все такое так вот все от нас это скрыто а скрыто именно процесс выставления зависимости файлов друг от друга библиотек и много много всего там платформа зависимость ну много всего есть от нас это все скрыто но можно от нас это все и не скрывать к примеру и попробовать сделать это ручкой но давайте посмотрим первый пример то есть сам само вот что где как содержится я здесь разбирать не буду я просто покажу пример давайте первый пример первый пример когда мы просто соберем вот такой вот файлик где вот hello world не используя никаких систем то есть тупо текстовый редактор вот в данном случае текстовый редактор и консоль на нам нужно отправить команду какую команду компилятора вот такую вот такую команду мы отправляем компилятор ну вот это флаги всякие для компилятор их можно убрать и это даже можно убрать вот то есть папа факту ну давайте уберем по факту вот у нас что остается то есть уровень оптимизации и то что нам короче нужно все это собрать вот смотрите я выполняю и на выходе на получил исполняемый файл hello все работает но я думаю как я думаю вы понимаете что если у нас будет больше чем один файл main cpp то эта строка будет расти 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 соответственно а компилятор же у нас по факту работает с одним файлом соответственно для этого нужно собрать объектные файлы там чуть-чуть другая будет команда вот по каждому файла потом объединить все эти объектные файлы там в какой-то бинарный файл вот с таким именем вот соответственно вручную это все добро делать не очень удобно соответственно была разработана такая штука как майк утилиты майк которых задаются зависимость давайте перейдем перейдем пример с майк файл то есть вот по факту вот мы видим здесь у нас наша пятишка сгенерила майк файл а это наш собственно ручно созданный майк файл и давайте посмотрим его содержимое опять-таки разбирать его я не буду то есть в общем на для того чтобы собрать проект из двух файлов и этот проект у нас ни от кого не зависит то есть у нас нет никаких подключаемых библиотек просто это стандарт c++ мы следуем стандарту c++ ничего левого не используем и в данном случае у нас только два файлика main и сумма да и мы формируем из этого main о сумма о вот здесь вот таким образом это все делаем у да 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 вот правило вот правило мы указываем формируется объектные файлы потом из этих всех объектных файл формируем хэлло то есть в это это самый простейший майк файл он маленький и здесь ничего там военного нет но тем не менее так давайте чтобы запустить эту утилиту надо выполнить в командной строке майк вот майк ищет такой файл как с названием майк файл когда он его находит он начинает приступать к его разбору и собирать вот я запускаю как мы видим было отдано компилятору main cpp дальше компилятору сумма cpp получили два объектных файла и на основе этих двух объектных файлов формируем рабочий файлик бинарник вот он у нас получился давайте запустим и все у нас работает вот все у нас работает вот этот файлик да там но это не тот файлик это из семейка мы его он вот сумма 3 плюс 4 равна 7 есть соответственно добавляя новые файлы нам нужно постоянно редактировать мэйк файл добавляя библиотеки нам в мэйк файл нужно редактировать добавлять зависимости платформа зависимости тоже редактировать это все очень долго можно допустить ошибку ну к слову вот здесь если символ табуляции убрать а поставить два пробела то уже мы нарушим правила мэйк файлов и уже моей утилита мэйк не сможет обработать много нюансов закрываем давайте посмотрим на такую штуку как симейк что такое симейк симейк по факту это не является у нас какой-то системой сборки то есть это кросплатформенная система автоматизации сборки программного обеспечения из исходного кода то есть семейк как я сказал сборка не занимается семейк генерирует файлы управления сборкой то есть это обычно мэйк файлы помимо мэйк файлов с помощью семейка можно создавать директории под директории находить библиотеки проверять если какая-то библиотека или нету проверять версии библиотеки то есть на самом деле это очень крутая штука то есть вот эта система автоматизации сборки если уметь ей пользоваться кроме всего прочего на семейк может на основе исходных кодов генерить файлы проектов для microsoft visual studio для x кода для eclipse а еще для чего то то есть просто вот на основе исходных кодов и и файли косимой клист можно сгенерить полностью под все и движки который он поддерживает файлы проектов ну к примеру для visual studio это там в отце project или solution расширение вот то есть вещь очень крутая плюс как я сказал можно проверять перед сборкой можно проверять а установлена ли библиотека или нет а установлен ли такой тип компилятора или нет если нет то за какой смысл запускать сборку вот ну возможно когда-то по семейку я тоже немного пройдусь но это возможно и и это когда-то вот так ну теперь смотрите вот самый минимальный пример семейк файла его название должно быть из семейк вот такой семейк лист .txt но к слову множество кроссплатформенных и проектов с открытым исходным кодом в основном это на гитхабе не лежат у них у каждого из них в корневой директории мы возможны и только в корневой присутствуют такие файлики которые позволяют нам гораздо проще собрать наш проект под нашу платформу в этом файлике обычно идет проверка на различные библиотеки если какой-то библиотеки нету нам об этом на терминале пишется на консоли и мы быстренько идем ищем эту библиотеку устанавливаем запускаем семейк смотрим если 5 какой-то библиотеки никого нету опять я ставлю и так далее так вот вот самый простейший пример проект будет hello исходящее имя на вот оно будет с таким названием это бинарник это просто флаги устанавливаем в данном случае правилами си плюс плюс 98 это те файлы которые участвуют сборки все здесь нет никаких подключаемых библиотек здесь нет генерации директории здесь нету поиска библиотек и и т.д. и т.п. самый простейший пример и как он работает давайте зайдем сюда и для того чтобы сгенерить сгенерить файл файлы маек файл как минимум нам нужно запустить сделать вот так семейк . семейк . означает что в текущей директории начнется поиск файла семейк лист . тексты если он будет найден то на его основании будет происходить генерация запускаем и что мы видим на начальном этапе у нас автоматически идет проверка какие компиляторы есть ну тут к слову можно даже установить путь свой путь компилятора в линуксе довольно часто бывает то есть в линуксе есть различные компиляторы под линукс то есть компиляторы под различные операционные системы вот и с помощью семейка опять-таки можно настроить компиляции сразу под все платформы то грубо говоря заливается код к примеру а сервер автоматически отслеживает как только код был залит он запускает скриптик ну он может запустить семейк файл этот семейк файл начнет компиляцию для windows 32 64 x для линукс 32 64 для android для макоси и так далее то есть семейк это позволяет делать так вот смотрите автоматически было проверено там к примеру какие из компиляторы и вывод на экран их версии также там пути к этим компилятором и т.д. и т.п. но мы знаем что это только генерация make файл теперь же для сборки нам нужно запустить make запускаем и как мы видим все красивенько подсвечено все зелененьким без единой ошибочки вот у нас все заработало и 33 процента сборка main cpp до объектного файла потом объект ну то есть три этапа 1 этап 2 этап 3 этап это компоновщик до который начинает искать связи между этими объектами файла и вот build target hello то есть построили конечный файл вот и вот он у нас есть вот он хеллоу и мы можем его запустить и все у нас хорошо hello world и 5 вот все соответствует нашим инструкциям hello world и 2 плюс 3 равно 5 вот то есть этого в общем что такое мы увидели мэйк файлы что такое sima и файлы sima и файлы гораздо проще гораздо приятнее гораздо гибче система и проще здесь писать чем писать собственно ручно мэйк файл вот поэтому поэтому надеюсь я ответил на вопросы вот надеюсь тем кто до конца не было понятно что такое компиляция вам стало понятно то есть давайте еще быстренько по ты должен компиляции это компилируется для каждого а там cpp файла объектный файл то есть компилятор работает с одним файлом за один раз то есть все то есть он по очереди файл за файлом начинает компилировать и он доверяет вам как самому себе что если вы написали использование какой-то функции вот если вы определили объявили ее и используйте то компилятор верит что где-то она определена то есть в каком-то из объектных файлов она есть и то есть принципе я думаю даже компилятору может быть даже и плевать на все это добро но возможно это какой-то такой компилятор которому все равно да вот и он не проверяет но это я так уже шучу вот но это все дело перепроверить компоновщики как только он не найдет ни в одном объектном файле объектного кода функции то он вам об этом скажет так вот компилятор работает только с одним файлом компоновщик работает с многими файлами и он начинает компоновать то есть устанавливать связи вот этой функции с объектным файлом объектного кода из ну короче эту сумма это где у нас получится мы уже знаем у нас получится для этого сумма о вот все а вот будет содержаться объектный код файлики и острим . а сумма в сумма . вот и компоновщик когда все это скомпонует все решит то на выходе мы получим уже готовый исполняемый файл все надеюсь я ответил на вопросы надеюсь кому-то стало яснее все это добро как это все добро работает вот ну из мой совет не огорчайте компилятор так как если вы будете его часто огорчать то он может на вас обидеться и вообще и вообще как бы но это компилятор это просто набор команд ничего не сделать можете его каждый раз обижать подсовывать ему нерабочий код и ничего страшного не будет кроме того что у вас не будет работать программа все спасибо за внимание подписываемся делимся ставим лайки ну и ждем новых видео все всем пока